МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Герой нашего времени. 18 июня. День медицинского работника. Не кружок, а театр. Первый открытый урок по актерскому мастерству прошел в студии импровизация. Далее расскажем обо всем подробно. Новая мера государственной поддержки для медицинских работников социальная выплата действует в России с этого года. Средства начисляются сотням тысяч граждан. Мера материальной поддержки назначается медработникам первичного звена. В первую очередь персоналу районных поликлиник, сотрудникам центральных районных, районных и участковых больниц, медикам, занятым на станциях и отделениях скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей, в зависимости от категории медицинских работников и вида учреждения. При этом организация, в которой работает медик, должна входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования. 18 июня в нашей стране отметили День медицинского работника. В преддверии праздника в Саровском драматическом театре прошла торжественная церемония награждения сотрудников КБ-50. Всю свою профессиональную жизнь они соизмеряют склятвы Гиппократа. Медики – герои современности, которые отважно борются с болезнями, эпидемиями и серьезными диагнозами. Они помогают человеку родиться на свет, лечат его в преклонном возрасте. С профессиональным праздником медицинских работников клинической больницы номер 50 торжественно поздравили в Саровском драматическом театре. Главный врач Игорь Илашманов особо отметил тех людей в белых халатах, которые находятся в зоне боевых действий. Сегодня наши коллеги с честью выполняют свой долг в составе сводного медицинского отряда ФМВА Голгородской области. Нельзя, конечно, не вспомнить и о эпидемии COVID-19. Именно сплотившиеся вместе мы смогли ответить на все вызовы и преодолеть все препятствия. Спасибо вам за вашу преданность профессии, за вашу отзывчивость, доброту. За последний год в КП-50 реализовали несколько масштабных проектов. Обновили общественные зоны в поликлиниках, оптимизировали работу врачей, открыли центр промышленной медицины, закупили новое оборудование в различные отделения, обменивались опытом с коллегами из региона. Многое из этого стало возможным благодаря сотрудничеству ФМВА России и госкорпорации Росатом. В прошлом году КП-50 при поддержке РФАЦ ВНЕФ воплотил в жизнь 11 ПСР-проектов. Между Федеральным ядерным центром и клинической больницей 50 особые отношения. Эти отношения связаны с нашим общим делом. Вы с нами на испытательных площадках, вы с нами в экспедиции, вы с нами в научной и производственной деятельности. И это очень важно всегда чувствовать, чтобы что ни случилось, тебе помогут. Для нас это было принципиально, чтобы вы от реализации наших проектов, от улучшений, которые мы внедряем, получили такую же пользу, как и наши горожане. Я думаю, что сейчас я вижу, что те изменения, которые мы проводим ежегодно, они уже стали частью вашей работы. За многолетний добросовестный труд и совершенствование медицинской помощи работников КП-50 наградили благодарственными письмами РФАЦ МНЕФ, Законодательного собрания и губернатора Нижегородской области. Поздравления прозвучали от личного состава Межмуниципального управления МВД и Саровского соединения Росгвардии, а также от представителей духовенства. В этом году на работу в больницу пришли 16 врачей, из которых 8 – молодые специалисты по медицинским специальностям. Понятное дело, что врач учится всю свою жизнь. Понятное дело, что опыт приходит с годами. Я желаю, чтобы у вас всегда были добрые, сильные, квалифицированные наставники, которые бы всегда могли, а у нас это нога в зале, которые всегда могли бы протянуть вам по помощи. После торжественной части на сцене драмтеатра прошел капустник от активистов КБ-50. Срок оформления заграничных паспортов не по месту прописки составит 3 месяца, а при подаче заявления по месту регистрации – 1 месяц. Согласно действующим нормам, для оформления заграничного паспорта можно обратиться в любое соответствующее подразделение миграционной службы или МФЦ вне зависимости от места прописки. При этом срок оформления документа в таком случае до сих пор не был установлен. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижегородская область вошла в тройку литеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Регион поднялся за 5 лет с 70-й на третью позицию рейтинга. Такой рост стал возможен благодаря активной поддержке инвест-климата в регионе со стороны правительства. В прошлом году Нижегородская область вошла в число семи пилотных регионов, где реализуется проект «Сквозной инвестиционный поток». Активно ведется работа в сфере государственно-частного партнерства. Регион вошел в число лидеров по развитию этого направления. День молодежи в Сарове отметят 24 июня. Департамент по делам молодежи и спорта подготовил насыщенную программу. 16 часов на Икарии, проспекте Музруково. Вниманию гостей будет предложен широкий выбор интерактивных площадок, спортивных соревнований, показательных выступлений. С 20.00 на стадионе Икар начнутся выступления приглашенных артистов. В связи с проведением праздничных мероприятий с 15 до 21 часа будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Музруково на участке от пересечения с улицы Советской до пересечения с улицы Зернова. Три выпускницы из лицея номер 3, лицея 15 и школы номер 12 написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Всего экзамен сдавало 463 выпускника. 215 получили высокобальные результаты 81-100. Один выпускник не преодолел минимального порога. Математику профильного уровня сдавало 338 выпускников. Из них один набрал 100 баллов. 16 выпускников не преодолели минимального порога. Им предстоит пересдача в резервные сроки. Дебют на сцене. Театральная студия «Импровизация» провела первый открытый урок по актерскому мастерству. Ее участники продемонстрировали все, чему научились у актрисы Саровского драматического театра Юлии Французовой. Зрителям они представили свои наблюдения за животными, людьми, растениями, предметами. На уроки побывала и наша съемочная группа. Соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство. Эмоциональная, немного агрессивная речь спортивного комментатора, певучая и мягкая манера работник Азакса или строгое оглашение вердикта судьи. Один текст, хорошо знакомый, всем россиянам читали представители разных профессий на открытом уроке по актерскому мастерству театральной студии «Импровизация». На сцене собрались люди разных профессий. Объединяет их одно – любовь к театру. Алексей Шамаев – слесарь-сборщик, но со сценой познакомился еще в молодости. Дело в том, что я когда-то обучался давным-давно, в 20 лет в театральном институте. Я обучился там полгода и ушел оттуда. Потом попал в армию, и как-то меня занесло в слесарь-сборщики. И как-то жизнь так повернулась, что я решил отказаться от этого всего, ну от театрального всего, но рано или поздно это все равно всплывает. И как бы вот оно всплывало. Как показать стиральную машину или елу, какими чертами обладают такие растения, как крапива, папоротник или кактус? Своими наблюдениями за животными, растениями и людьми участники театральной студии поделились со зрителями. В представлении вовлекли и зал, которому предлагали угадать, кого изображают на сцене. Анна Абрамова, мама в декрете. Ей занятия в студии помогли выбраться из дня сурка. Мне давали колоссальную перезагрузку. Я шла сюда за таким поднятым настроением. Уходила тоже совершенно, так как бы все эмоции у меня здесь происходили, сбрасывались и перезагружалась. Речевые упражнения, скороговорки – одно из самых непростых испытаний, импровизация. Открытый урок для участников театральной студии стал своеобразным экзаменом. Здесь они показали все, чему научились за несколько месяцев упорной работы у актрисы Саровского драматического театра Юлии Французовой. Это не кружок, это настоящий театр. Так Юлия характеризовала работу студии. Здесь все как на первом курсе театрального института. Несмотря на то, что за время работы актриса Саровской драмы примеряла на себя сотни разных ролей, роль преподавателя и наставника стала для нее дебютной. Вообще учить гораздо тяжелее, чем самой играть. Самой играть на сцене я уже научилась, я это делаю как-то на автомате. А научить человека – это первое, во-первых, вспомнить, потом это все снова разложить у себя в голове, потом заставить его все-таки идти за тобой, чтобы он тебе доверился, поверил. Ну и какое-то природное такое чутье все-таки учителя должно быть. Пока я не знаю, есть ли она у меня, я это пробую. Но результатами я довольна, я вижу рост. Для меня это самое главное. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В Зале искусств Библиотеки Маяковского работает авторская выставка «Любови Ивлевой. Красота для уюта. Джутовая филигрань». Джутовая филигрань – удивительный вид рукоделия, позволяющий из обычной веревки сделать необычайно привлекательные ажурные вещи. Подробности далее. Джутовая филигрань – удивительный вид рукоделия, позволяющий из простой веревки джутового шпагата сделать необычайно привлекательные ажурные вещи. Такие шкатулки, картины, светильники делают интерьер особенным. Выставка работ в такой стилистике «Красота для уюта» открылась в Зале искусств Библиотеки Маяковского. Наш автор нашей удивительной выставки – Любовь Александровна Ивлева. И, вы знаете, невозможно не восхищаться людьми, которые способны из их фантазии, выдумкой, изобретательностью, которые способны из обыденных вещей сделать красоту. Вот Любовь Александровна – оно из этих творческих личностей. Первыми декорировать вещи подобной техникой начали древние египтяне еще до нашей эры. Их идею подхватили греки, финикийцы, индусы, а гораздо позже под названием «Скань» необычное плетение стало применяться на Руси. Жгутовое творчество не несет больших затрат. Кроме веревки используют клей и трафарет, на который накладывают замысловатые завитки. Мне очень нравится «Ангел». Замечательные работы, которые она сделала филигранно, вот именно что филигранно и с большим чувством. Очень нравятся светильники, потому что они создают какой-то неповторимый бьют и романтическую атмосферу и чем-то напоминают эпоху Серебряного века, эпоху модерна. Вот есть в этих светильниках что-то такое. Выставка «Красота для уюта» открыта для горожан в часы работы библиотеки Маяковского. Возрастное ограничение 6+. За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 5 ДТП с материальным ущербом. Случаев с пострадавшими не было. Выявили 90 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей в состоянии опьянения. Помочь в задержании нетрезвых автомобилистов могут и сыровчане. За это закон предусматривает вознаграждение 2000 рублей. Если вы заметили неадекватное поведение водителя, необходимо позвонить по линии 112 или в дежурную часть по телефону 605-22 и сообщить марку и модель автомобиля, номер, если запомнили, а также направление движения машины. Патрули отрабатывают данную информацию. Если данная информация подтверждается, ответственными лицами госинспекции Саров собираются документы, направляются и в нижний. По сечению времени человек будет переведен в вознаграждение. Если вы заметили, что машина припарковалась в неположенном месте, то об этом тоже можно сообщить сотрудникам ГИБДД. В этом случае нарушители привлекут к административной ответственности. В летний период увеличивается количество травм на пешеходных дорогах и проезжей части, как среди детей, так и среди взрослых, которые используют средства индивидуальной мобильности. Госавтоинспекция призывает саровчан к внимательности. Автомобилистам напоминает о скоростном режиме. Водители должны быть внимательны на дороге, не спешить. Тем более в реалях нашего города, куда у нас можно спешить. 10-15 минут вы город проедете, ну если без пробок, от одного края до другого. То есть спешка здесь абсолютно не нужна. По своему опыту могу сказать, что все дорожно-транспортные происшествия, которые случаются, это в основном спешка, либо невнимание. Всего за минувшую неделю выявили 90 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. За тонировку задержали 14 водителей. В ГИБДД есть вакантные места. На собеседование приглашают мужчин и женщин до 35 лет. У нас в отделе есть некий некомплект по штатам. Хочется тоже гражданам обратиться, если у кого есть желание. Молодые люди, девушки в возрасте до 30 лет могут приходить, устраиваться на работу. Будь то ДПС, либо сотрудники, работающие в кабинетах. По всем вопросам обращайтесь к заместителю начальника госавтоинспекции Михаилу Кондрахину. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова